Следующее правило хорошего тона касается перегрузки операторов сравнения. В C++ есть 6 операторов сравнения, это 2 оператора проверка на равенство и неравенство, и 4 оператора для отношения порядка, то есть проверка на больше-меньше, меньше-либо равна, больше-либо равна. Если вы хотите определить эти операторы для своего класса, то, во-первых, если вы определили оператор проверки на равенство, то надо определить оператор проверки на неравенство. Если вы определили один из операторов на сравнение по отношению порядка, то и надо определить и все оставшиеся. Но хитрость заключается в том, что вам по существу надо определить только 2 оператора, а все оставшиеся реализуются через них. Давайте я покажу это на примере. Пусть мы для того же класса string хотим реализовать теперь операторы сравнения. Для этого мы реализуем, то есть реально напишем код специфичный для класса string только в двух операторах. Это в операторе проверки на равенство, тогда оператор проверки на неравенство будет реализовываться очень просто. Мы вызваем оператор проверку на равенство и инвертируем ответ при помощи оператора node. А также мы реализуем оператор сравнения строчек на меньше. То есть здесь опять же будет написан какой-то специфичный код. Все оставшиеся операторы, соответствующие отношению порядка, они будут реализованы через этот оператор меньше. Оператор больше будет реализован через меньше при помощи просто перестановки аргументов местами. Мы в операторе больше примем a и b, а вызовем оператор меньше для b и a. Оператор меньше либо равно будет реализован как не больше. Оператор больше либо равно будет реализован как не меньше. Таким образом, для того чтобы реализовать 6 операторов, нам специфичный код потребовалось писать только в двух. То есть реальный код, который соответствует тому классу, для которого вы эти операторы пишете, он будет только в двух операторах. Это в операторе проверки на равенство и в операторе меньше. В принципе, можно было бы обойтись одним оператором. Можно было определить оператор меньше, а оператор проверки на равенство можно было бы определить следующим образом. Если ваш класс действительно можно сравнивать И все объекты можно сравнивать друг с другом И это задает отношение строгого порядка То тогда операция равенства задается вот таким логическим выражением То есть если неверно, что а меньше b И неверно, что b меньше а То значит а равно b Это вам такое домашнее задание Проверить, что я вас не обманул Почему не всегда делается именно так? Почему иногда удобнее переопределить оператор сравнения на равенство специфичным образом? Дело в том, что для того, чтобы реализовать оператор сравнения Тем образом, который я только что описал Нам потребуется вызвать оператор меньше дважды Нам потребуется вызвать его здесь и здесь То есть это просто получается неэффективно Мы получая две строчки, будем там дважды по ним бежать При этом оператор проверки на равенство Может оказаться эффективнее, если его реализовывать специфичным образом Поэтому в некоторых случаях действительно можно обойтись реализацией только одного оператора Сравнения В большинстве случаев, если вы заботитесь об эффективности Вам потребуется реализовать два оператора Это оператор проверки на равенство и оператор меньше Все оставшиеся операторы реализуются тем образом, который я здесь описал То есть просто по шаблону вы можете, заменив слово string, например, в операторе Меньше либо равно на название вашего класса Вы таким образом получите реализацию оператора меньше либо равно В том случае, если вы уже определили оператор меньше Продолжение следует...